Всем привет! Сегодня разберем такой интересный тип возражения. Я посоветуюсь с мужем или муж против. Вообще, если муж против, значит ты дура и не смогла правильно преподнести мужу информацию. Так, конечно, человеку мы не говорим, а объясняем, как нужно информацию мужу преподнести. То есть, говорим, это правильно, с мужем надо посоветоваться, потому что он глава семьи. И нужно объяснить ему, что вы хотите экономить семейный бюджет, потому что цены здесь дешевле, чем в супермаркете, в который вы ходите за хостоварами. Вы хотите пользоваться качественной продукцией. Вот, например, вы устали уже тереть плиту кома, там 2 часа, а здесь есть такое средство, всего 111 рублей, большая бутылка, на 10 минут нанес. И ничего тереть не нужно, плита уже чистая. Потом есть такой, нам нужен в семье обязательно карандашик пятноводитель от пятен, он стоит там около 90 рублей, да. Дальше. Чаи хочу здесь попробовать. Очень цена тоже хорошая. Потом рассказать, что вы хотите еще, здесь предоставляется магазин, хотите попробовать его раскручивать, подработать. Взносов здесь никаких нет. Обязательно говорим, потому что слово регистрация, муж может подумать, что здесь нужно какой-то миллион взносов внести и так далее. Что вы хотите обучаться подаче рекламы, это тоже обучение, все бесплатно. Вот. Дальше. Можно, конечно, еще добавить, если в вашей семье нету ревности, что вы еще хотите такую вот тушь за 159 рублей, которая в 4 раза дешевле лориаль, но эффект прямо накладных ресниц, и будете для него самой красивой. Вот. И. То есть муж здесь скажет, что, конечно, бери. Тут же и дешевле, и красиво. То есть выгода очевидна, да. Вот. Дальше. Маму просим помочь. А, кстати, к мужу заканчиваем не так просто, вот, что все выгоды расписали, да. Почему вы здесь? Обязательно заканчиваем вопросом. То есть не можно ли мне регистрироваться, потому что на такой вопрос, естественно, ответа-то нет. Спрашиваем, ты поможешь мне вот здесь открыть аккаунты рабочие, потому что здесь есть, конечно, инструкция текстовая, как их открыть подробно, но я ничего не понимаю. Ты поможешь мне разобраться? Вот в этом случае он уже отвечает на поставленный вопрос, не который можно ли мне регистрироваться, а поможешь ты мне с аккаунтами. Естественно, он поможет, потому что он себя тут почувствует сразу, что его тут ценят, его ум и так далее, да. Дальше. Маму просим помочь разобраться в продукции. Сестру, маму, не знаю, всех родственников. Прямо так и говорим, что я хочу раскручивать магазин, мне нужно разобраться с продукцией, немножко ее узнать, чтобы быть больше экспертом. Вообще, у нас здесь цены очень классные, экономия и очень много интересных штук, которые нужны в хозяйстве. Вот. Дальше. То есть, прям так договориться с мамой. Давай ты теперь не доместа с Ванючей покупаешь, да, за 189 рублей, а вот за 100 рублей ты берешь другую банку, которая гипоаллергенная и так далее. И мы с тобой вместе, ты мне рассказываешь, как тебе это понравилось, а я, допустим, беру крема или что-то, не знаю, такие тут жидкие мыла, такие зубные пасты, такие шампуни. В общем, вместе быстрее разберемся, да. Мамы, естественно, ну, родственники с удовольствием помогут, потому что люди вообще любят помогать и говорят, что хочешь подружиться с врагом, попроси его помочь тебе. Тогда он перестанет быть врагом. В общем, просто правильно преподносим информацию и тогда у вас будет все нормально.